Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Патриот ТВ Аз. С вами Джейхун Алиев. Друзья, я вам расскажу случай, который произошел со мной на территории Российской Федерации, чтобы все знали о беспределе, которое творится в органах ФСБ, в органах миграционной службы города Москвы. Итак, с 2020 года по 2022 год по заказу армянской диаспоры ФСБ РФ, в частности ФСБ Москвы Московской области, начала преследовать меня. Я занимался профессиональной журналистикой, работал главным редактором канала Патриот ТВ Аз. Соответственно, за эти два года они ничего не смогли найти в моей профессиональной деятельности, но так как получен был заказ, они должны были меня выдворить из территории Российской Федерации, как нежелательный человек. Они решили путем нарушения миграционной службы, то есть через миграционную службу города Москвы, аннулировали мне вид на жительство и дали команду, чтобы об этом меня никто не известил. В ноябре 2021 года миграционная служба Москвы аннулировала мне вид на жительство, но я об этом узнал только в апреле 2022 года в кабинете начальника отдела миграционной службы города Химки. Как я туда попал? 27 апреля сотрудник ФСБ, позвонив в мой номер телефона, пригласил меня на встречу, чтобы со мной поговорить, почему я слишком люблю Турцию, почему я на территории Российской Федерации в своих передачах говорю о создании Турана. Почему-то я не знаю. Вот это слово Туран очень беспокоит сотрудников служб безопасности Российской Федерации. Я поехал на встречу. На встрече, если это можно назвать встречей, меня задержали сотрудники ФСБ вместе с сотрудниками полиции 2-го отдела Химкинского городского округа. Предъявили меня, что я должен с ними проехать в миграционную службу города Химки и там на месте они разберутся со мной. Мы приехали в кабинет начальника отдела. Я, соответственно, спросил, на каком основании я задержан. Они сказали, что ждите, сейчас старший брат приедет, мы разберемся и после этого вам предъявим, почему вас задержали. То есть он сам не знал, почему меня задержали. Потому что при задержании представителей миграционной службы не было. Там были оперативники, уголовники и представители ФСБ. Через два часа так называемый старший брат из ФСБ Москвы Московской области прибывает и в кабинете у нас состоится разговор. Он меня задает глупые вопросы. Что такое Туран? Почему Турция с Азербайджаном объединились и вместе с другими мусульманскими государствами выступают против России? А в чем, я конкретно не могу знать, в чем они выступают против России. Почему серые волки занимаются беспределом на территории Российской Федерации, а также в Сирии? То есть вопросы очень глупые и неуместные. Потому что не по адресу он задавал вопрос. Увидев, что у нас не получается разговор, они перешли на основную часть своего разговора и объявили мне, что я должен был в ноябре выехать из территории Российской Федерации, так как у меня было аннулировано в ноябре видножительство. И предъявили мне документ, чтобы я ознакомился. В документе было указано, что у меня аннулировано и я должен был выехать в течение 15 дней из территории Российской Федерации. Но только 27 апреля 2022 года я только тогда узнал об этом и подписал этот документ, что ознакомился. Представляете? Хотя я должен был об этом знать в ноябре, чтобы не нарушав законы Российской Федерации, выехать из территории Российской Федерации на законных основаниях. То есть старшие братья вместе с сотрудниками иммиграционной службы города Химки оформили, дела передали в суд, соответственно, оперативно решили суде этот вопрос. Судья без разбора, без ничего принял решение, что меня необходимо выдворить за нарушение иммиграционной службы из территории Российской Федерации. Вот и меня отправили ровно год назад в Азербайджан. Но у меня семья в России проживает. У меня супруга гражданка Российской Федерации, сын гражданин Российской Федерации, сыну 8 лет. И, соответственно, ребенок за этот год получил психологическую травму, очень страдает, но никто не беспокоится о ребенке. Даже несмотря на то, что мой ребенок обращался значит, амбудсману по правам ребенка Марии Беловой и Путину Владимиру Владимировичу о том, что он скучает по папе, он хочет, чтобы скорее папа приехал. Но никто реакцию не дает в России. Потому что в России пока заняты детьми из Украины. То есть сейчас Россия оперативно решает проблемы детей украинцев, которых вывозят на территорию Российской Федерации. Я очень хотел бы, чтобы наряду с детьми украинцами руководство России, органы Российской Федерации, которые ответственны за детей, чтобы занимались своими детьми, ихними проблемами. Вот в частности проблемы моего сына. На основании чего кто дал право этим ФСБшникам без суда и следствия, без на это основания, по заказу выдворять меня из территории Российской Федерации. Кто дал им такое право? Видимо, кто-то дал им такое право. Они, пользуясь тем, что у них удостоверение ФСБшника, они могут все, что хотят натворить на территории Российской Федерации. Даже мне многие говорят, что хорошо, что тебя еще не убрали. Они на это способны. То есть, они могли бы физически расправиться со мной. Но, видимо, что-то не так пошло или же заказчик только заказал, чтобы меня выдворили из территории Российской Федерации. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, 21 век. Вся мировое сообщество живет, работает на правовых основаниях. Такими путями, как работает наш ФСБ России, мы далеко не пойдем. Это позорит честь и достоинство российского государства. Поэтому я очень попрошу президента Российской Федерации наряду с тем, что дает им такие полномочия ответственные, чтобы и проконтролировали, какими грязными делами они наряду с хорошими делами занимаются еще грязными делами. Я не про всех сотрудников ФСБ. Там очень боевые ребята есть, там очень добросовестные сотрудники есть, которые служат государством. Я про мелких мошенников, которые устроились какими-то путями в органах ФСБ России и сейчас оттуда кровь сосут. Заставляет людей, чтобы они плохо думали о России, понимаете, своим поведением. Поэтому таких людей надо выгнать из органов, а если там есть состав, значит привлечь к уголовной ответственности. Спасибо вам всем за внимание. я думаю, в ближайшее время все-таки справедливость восторжествует. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, я Тимур Джихунович. Я уже не вижу папу целый год. Его отправили в Азабаржан и не разрешают приехать в Россию. Я по нему очень сильно скучаю. Я прошу вас сделать и так, чтобы мой папа приехал поскорее. и так, помню. Спасибо. Продолжение следует...